Урок закрепления дает нам понять, что мы умеем и что должны знать. Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке математики. Сегодня мы закрепляем решение задач на нахождение длины ребра и объема прямоугольного параллелепипеда. Сегодня на уроке вы будете анализировать и решать задачи на нахождение длины ребра и объема прямоугольного параллелепипеда. Начнем с математической разминки. Рассмотрите таблицу. Речь идет о прямоугольном параллелепипеде. Нам нужно найти недостающие компоненты. Найдем объем первой фигуры. Для этого длину умножим на ширину и умножим на высоту. 8 умножим на 10 и умножим на 2. Получим 160 кубических метров. Второй объем. 45 умножим на 2 и умножим на 1. Получим 90 кубических дециметров. Найдем высоту. Для этого 600 разделим на произведение 40 и 3. Получим 5 сантиметров. Находим длину. Для этого 24 тысячи разделим на произведение 20 и 30. Получим 40 миллиметров. Находим последний объем. 20 умножаем на 20. Умножаем на 20. Получаем 8 тысяч кубических сантиметров. Вы хорошо справились с заданием и вспомнили, как находить объем прямоугольного параллелепипеда и куба. Давайте выполним задание 1 на странице 69. Найдите длину, ширину, высоту параллелепипеда, который сложен из трех одинаковых брусков. Вычислите объем. Рассмотрите, из каких частей состоит наш параллелепипед. Он состоит из трех параллелепипедов с измерениями 2 дециметра, 4 дециметра и 1 дециметр. Назовите, из каких частей состоит его длина, ширина и высота. Длина равна длине первого параллелепипеда, 4 дециметра. Ширина равна двум высотам первого параллелепипеда. 1 дециметр плюс 1 дециметр равно двум дециметрам. Высота равна ширине и высоте первого параллелепипеда. К двум дециметрам прибавим 1 дециметр, получим 3 дециметра. Зная все измерения этого параллелепипеда найдем его объем. Объем равен длина, умноженная на ширину и умноженная на высоту. 4 умножаем на 2 и умножаем на 3. Объем равен 24 кубическим сантиметрам. Ответ – объем 24 кубических сантиметра. Вы хорошо справились, молодцы! Откройте задание номер 2 на страницу 69. Высота комнаты 3 метра, ширина 5 метров и длина 6 метров. Сколько в ней кубических метров воздуха? комната имеет форму параллелепипеда. Нам известны высота 3 метра, ширина 5 метров и длина 6 метров. Нужно найти объем. Для того, чтобы найти объем, ширину умножим на длину и умножим на высоту. Объем равен 6 умножить на 5 и умножить на 3. Получим 90 кубических метров. Ответ – объем воздуха комнаты равен 90 кубическим метрам. Рассмотрим задачу 2b. Площадь пола комнаты 24 квадратных метра. Определи высоту комнаты, если объем равен 96 кубическим метрам. Нам известны объем 96 кубических метров. Площадь 24 квадратных метра. Нужно найти высоту. Площадь пола комнаты – это длина, умноженная на ширину. А объем – это длина, умноженная на ширину и умноженная на высоту. Или объем равен площадь, умноженной на высоту. Тогда найдем высоту. Для этого мы объем разделим на площадь. Высота равна 96 разделить на 24. Высота равна 4 метрам. Ответ – высота комнаты равна 4 метрам. Решим еще одну интересную задачу. Ее условия вы найдете на странице 71, номер 8. Дети изготавливают модели спутников из фанеры в виде прямоугольных параллелепипедов, размеры которых указаны на рисунке. Для какой модели понадобится больше фанеры и на сколько? Посмотрите на рисунок и определите измерение двух моделей. Чтобы узнать расход фанеры, нам нужно найти площади всех граней параллелепипеда. Первая модель. Длина равна 40 сантиметрам. Ширина – 30 сантиметрам. Высота – 50 сантиметрам. Нужно найти площадь всех граней. Отметим, что противоположные грани этого параллелепипеда равны. Предлагаю найти площади этих граней выражениями. 30 умножим на 40 и умножим на 2. Получим 2400 квадратных сантиметров. Это площадь дна и верха. 50 умножим на 40 и умножим на 2. Получим 4000 квадратных сантиметров. И это площадь боковых граней. 50 умножим на 30 и умножим на 2. Получим 3000 квадратных сантиметров. Площадь боковых граней. Сложим все площади. 2400 плюс 4000 плюс 3000. Получим 9400 квадратных сантиметров. Это площадь всех граней первой модели. Рассмотрим вторую модель. Найдем площадь ее граней. 20 умножим на 40 и умножим на 2. Получим 1600 квадратных сантиметров. Это площадь дна и верха. 20 умножим на 3 и умножим на 2. Получим 1200 квадратных сантиметров. Площадь боковых граней. 40 умножим на 30 и умножим на 2. Получим 2400 квадратных сантиметров. Площадь боковых граней. Сложим все площади. 1600 плюс 1200 плюс 2400. Получим 5200 квадратных сантиметров. Теперь мы можем сравнить, на какую модель ушло больше фанеры и на сколько. Для этого из большего вычтем меньшее. 9400 минус 5200. Получим 4200 квадратных сантиметров. Такая разница в расходе. Запишем ответ. Расход на вторую модель на 4200 сантиметров квадратных меньше, чем на первую. Вы хорошо поработали. Пришло время подводить итоги. Сегодня на уроке мы находили объем комбинированной объемной фигуры, состоящей из нескольких прямоугольных параллелепипедов. Сравнивали объемы параллелепипедов. Закрепили правило. Чтобы найти объем прямоугольного параллелепипеда, нужно его длину умножить на ширину и умножить на высоту. Самостоятельно вам нужно выполнить задание на странице 72, номер 13. Вспомните, как вы работали сегодня на уроке. И оцените себя с помощью лестницы успеха. Желаю вам удачи в покорении математических вершин. Мир математики всегда ждет вас. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok